10 ноября в Андрейской средней школе номер 1 Хасаревтовского района начался конкурс муниципального этапа «Учитель года-2018». Конкурс, в котором принимают участие 18 учителей, согласно требованиям и положениям, проходит 5 этапов. На всех этапах конкурсанты должны проявить методическую и теоретическую подготовку, глубокие знания предмета и, самое главное, любовь к профессии и детям. На первом этапе жюри оценило состояние и качество представленных материалов. 15 ноября состоялся второй этап – это мастер-классы, в ходе которого учителя вели открытые уроки. В этот день открытые уроки провели 5 учителей. На Ажмутин Тажутину учитель «Осну военной подготовки» Мусаловской средней школы номер 2 в 11 классе свой урок посвятил патриотизму, рассказу о подвигах наших земляков, Великой Честной войне и других военных событиях. Вчера звонила маму. Ну и все нормально. Дети вчера пошли в школу. Вам привет передавала. Может быть, скоро встретимся в Дагестане. Приедем примерно 20 сентября этого года. Если получится, заеду гостя и к вам. Это не расспоряется. Рашид, ты не обижайся, что не писал так долго. Просто у нас нет свободного времени. У нас целый... 20-й год. И интервенция, вы знаете, да? Махно. Армия Махно. Анархическая. Которые делали что угодно. Налетали нас в деревни, грабили и так далее. С такой армией государство будет, что-то нет. И тогда еще Ленин говорил, надо создать новую Красную Армию. Знаете, очень крепкую, сильную, сплоченную. Эти слова действительно хорошие слова. Вот сейчас в том году говорят о Ленине, о Сталине. Растыдит нас история, конечно, когда-нибудь. Где хорошо было, где плохо. У нас плохо одно. Любого правителя, хотя у него есть и хорошие, и плохие стороны, стараются плохие стороны подтверждать и говорить о плохом, добывая хорошие. Ну, справа меняется, государство меняется. Мы перестраиваемся. В любом случае, как бы это ни было, выгодный, достойный решительник Отечества. Случайте, читайте, интересуйтесь, простите. Мадина Магомедова, учительница Петраковской, общообразовательная школа, провела урок с пятиклассниками. Дружно отвечали дети на вопросы конкурсантки. Тема нашего урока – фенингийские морепартии. В ходе в уроке мы с вами узнаем, какие важнейшие открытия были сделаны в фенингийской морепартии и узнаем о их достижениях. Так, страна, которая располагалась между двумя реками. Какими? Пожалуйста. Я могу ответить. Сдавайте, когда отвечаете, потому что это братом и телом. Хорошо. Скажите мне, опишите мне природу данной страны. Отвечалась ли она от природы ранее изученного вами государства Теревого Египта? Трудная. Природа опишите. Так, давайте вспомним. Какие были почвы? Какая была там почва? Так, какие природные условия благоприятствуют для развития важного занятия населения? Ну, пожалуйста. Там были хорошие, хорошие плодородные земли. Плодородные земли. Что способствовало этому? Разлив? Разлив. Плодородные разлив двух рек. Какие? Ефрат, Плодородные тигра. Правильно. То есть, в отличие от Египта, тоже где происходил разлив Египта. Какой? Мил. Тут разлив лейку двух рек происходил очень бурно. Так же? Так. Каковы были последствия? Последствия были почемными. Так же? Какие? Потоки воды смывали полностью? Да. Население, жилище, пастбище. Плодородные. Плодородные для чего? Для развития какого основного занятия населения? Земли. Земли. То есть, в принципе, население верило. То есть, последними между Богом и людьми были вот эти жрецы, которые обращаются в свой молитвы и в вода. Так. Давайте вспомним Богов временного речи. Каким водам они поклонялись? Пожалуйста. Бок воды и ам. Бок воды и ам. То есть, больше всего, почему? Потому что им было пицца. Так. Может, можно? Потому что они... Вода, почва остановилась? Плодородные. Так, вот. Жаль. Хорошо. Еще о каких водах говорите в этой теме? Бок. 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 Син. Еще? Шамаш. 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 Бок. А, алинаевича? Клинопись. 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 Что я себе представляла? Это было легким письмом для изучения? Нет, нет. Нет, тоже сложным. Сложное письмо для изучения было, правильно. Клинопись состояла тоже из сложных значков. А в Египте как назвалось письмо? Сот. Значков. Тоже, которое очень трудно было запомнить. Урок по общественному знанию учительницы Муцеловойской общеобразовательной школы номер один Зияра Весерхановой начался с гимна России. Пожалуй, только в ее уроке жюри увидело выполнение всех требований конкурса. Давайте с вами пробежимся, повторим немножко эти темы, которые мы уже пошли. Дайте мне, пожалуйста, понятие, что такое, в ваше понимание, общество знания, что такое общество. Как вы можете дать свое понятие общества? Кто может быть? Пожалуйста. Человечество, главными элементами которого является человек, материальный и духовный. Общество, это есть группа людей, группа людей. Она, можно сказать, подшелая. Сегодня мы с вами, значит, вот такой, мы должны будем узнать, что означает из себя, значит, закон. Что такое власть? Вы узнаете сегодня. Какие существуют вверхи власти? Какое устройство власти? Что такое судебная система? И какие бывают правоохранительные органы? Мы будем сегодня говорить именно об этом. Давайте, что существовали всегда? Вспоминаем историю. Историю. Вспоминаем. Что, когда вообще появились законы? Как вы думаете? Вообще закон из себя что представляет? Вспоминаем историю. Вспоминаем историю. Но? Здравствуящее, Россия является Конституция. Мы, наверняка, должны были слышать хотя бы об этом. Хотя это следующая тема вашего урока. На следующий урок будет углубленная более проходить по, значит, тематическим планам. Но немножечко хочу тоже вас ознакомить уже сейчас, да, что такое Конституция. У себя представляет. Конституция – основной закон страны, да? Она состоит из двух частей. Мы можем имеем право участвовать в политической жизни страны, но конкретно законопроекты, кто имеет право их сдавать? Кто вообще их сдает? Кто? Говорите, Государственная Дума. А вот что-то себе представляет Государственная Дума. Обладает высшим представителем в этом классе, да? Саида Гамзатова провела урок с семиклассиками, где принимал участие практический вес класс. Саида Гамзатова провела урок с семиклассиками. Саида Гамзатова провела урок с семиклассиками. Сама Гамзатова провела урок с семиклассиками. Саида Гамзатова провела на сердце. repeat i would like help of refugees yes or help offers mom asking me to help this dinar dinar buyer repair where is my business amina Camille Многие увлекаются компьютерами. Учительница Сулевкенской средней школы Хадид Рабаданова в интересной форме провела урок с восьмиклассниками. Многие увлекаются компьютерами. Интернет, правильно. Молодец Магомед. Дальше. Это что? Память. Правильно, молодцы. Чёрные окна не бывают. Ну, хотя бы, чтобы новичка была зелёного цвета, да? Программирование, все редактирование, все расскажут и облучительно уроки информатики. Молодец. ПЕСНЯ В течение недели пройдут и другие этапы и мы будем освещать ход конкурса «Учитель 2018 года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова